Этот проект был бы невозможен без общественной организации СИДИ, которая объединяет родителей детей с инвалидностью. Мы благодарим также всех, кто согласился говорить. Говорить о том, что пока рождает много страхов, мифов, противоречий. Этот проект посвящен инклюзии. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Меня зовут Балакина Анна Сергеевна, и я являюсь директором начальной школы детский сад города Сергея Посада, номер 2 поселка Лесхоза. Инклюзия подразумевает включение определенных компонентов в общую систему образования. Это, безусловно, и адаптивные программы. Это, безусловно, и наличие сопровождающего педагога. Безусловно, различные пособия. И вообще, в идеале, это и работа с психологом, возможно, с логопедом. В нашем образовательном учреждении роль тьютера у нас выполняет классный руководитель. Да, мы приглашаем психолога, который проводит диагностику, диагностирует, проводит всеразличные диагностики, но выявляет именно динамику. Является ли прогрессирующим синдромом, или у ребенка, наоборот, появляются наиболее какие-то выраженные коммуникативные способности. Мы очень часто работаем с психологом, сотрудничаем на предмет выявления того, что ребенок любит. То есть вот у ребенка должна быть четко сформированная мотивация, ему интересно про собачку. Я буду читать. Причем он ее и прочитает, и перескажет, и с интонацией, как угодно. К нам в образовательное учреждение попал ребенок, один с начальной стадии ДЦП, и другой ребенок с диагнозом аутист. Сейчас он заканчивает второй класс. Безусловно, на первом году обучения мы столкнулись с такой трудностью, что ребенок, да, это аутист, ребенок, который очень часто замыкается. У него очень короткий промежуток внимания, в который необходимо поместить всю ту информацию, которую учитель пытается донести до ребенка. Но вот сейчас, на второй год обучения, он очень хорошо читает, он неплохо пишет. Единственный предмет, с которым возникают трудности, это математика, да, так как это логическая все равно операция. Он осваивает программу полноценную. Единственное, что проблемой является выполнение домашнего задания. То есть вот в школе педагог и на переменах, и доносит до него нужную информацию. Дома, безусловно, с этим проблематичнее. Потому что где-то какой-то момент он встал, ему неинтересно, он повернулся и пошел. Поэтому у нас бывает так, что он остается после уроков и делает домашнее задание с учителем. Вы знаете, я считаю, что это наша, прежде всего, наша обязанность подстраиваться. Потому что тяжелый характер у ребенка, это тоже своего рода, как мы считаем, отклонение. Ребенок гиперактивный, это тоже отклонение, как мы, опять же, считаем. Поэтому, в принципе, ребенок с ограниченными возможностями, это не настолько тяжелый случай. Главное, действительно, вы знаете, это вот как успех любого предприятия, да, когда мы ради общего дела сплочаемся. Это, безусловно, совместная работа педагога, родителя, психолога. Вот только тогда, действительно, ребенок освоит программу. На самом деле, я считаю, что это имеет место быть в наше время, и вообще это необходимо распространять, так как мы работаем не просто с детьми среднеуспевающими. Есть у нас дети одаренные, но мы же не открываем для них профессиональное учреждение, правильно? Они учатся в обычной общеобразовательной школе. Так и дети с ограниченными возможностями, безусловно, должны обучаться в социуме. Для того, чтобы потом, впоследствии, могли также приобрести профессию, также общаться со сверстниками. Поэтому, безусловно, задача наша создать такие комфортные условия, при которым ребенок мог бы обучаться в обычном общеобразовательном учреждении. Проект поддерживает Евросибспецстрой. Евросибспецстрой